Наса и Роскосмос анонсировали начало работы над окололунной пилотируемой станцией. Обитаемой, многомодульной, вот примерно что-то подобное предполагается строить или начать строить. В общем, слухи про это ходили с начала года, с весны еще, но вот в этот раз в сентябре они подписали официальное соглашение о том, что вот мы работаем. Впервые об этом заявили официально, и у многих возникли вопросы, как так, зачем строить окололунную станцию и не садиться на Луну. Какой в этом выигрыш, зачем их, если про Луну там те самые телескопы, лунные ресурсы, вода, исследования пещер, можно много чего придумать, чем заниматься на Луне, но почему-то этим не планируют заниматься государственные агентства космические, а планируют строить вторую МКС только где-нибудь подальше. Понятно, что хочется чего-нибудь покруче, но нужно учитывать условия, в которых они работают. И, в общем, я попытался объяснить все это, написал статью там в блоге и в одном издании достаточно читаемом. И здесь решил объяснить это вот на лекции для тех, кто не читал, тем, кому интересен этот вопрос. Действительно, зачем, почему? Ну, сначала пройдемся немного по тем условиям, тому, что на сегодняшний день разработано и создано, и как все это приведет к окололунной станции. Deep Space Gateway, такой ворота в открытый космос или ворота в далекий космос, ее назвали, красивое название. Нарисовали вот такие красивые картинки о том, как все начинается. Вот это как раз, вот он, пилотируемый корабль Orion, который межпланетный, разрабатывается в США. Вот здесь он в другом ракурсе. А это, собственно, строящаяся окололунная станция. Если посмотреть, то она, в общем-то, похожа. Батареи, как на МКС, только поменьше. Модули такие же, как на МКС, кажется, что, в общем, что-то знакомое. Вот эта картинка нарисованная. Это уже любитель, но очень качественный любитель, специалист в космической 3D-графике нарисовал ее. И он добавил здесь интересный компонент, который в НАСА-вских картинках нет. Он добавил российский пилотируемый корабль «Федерация», которая теоретически в то время, когда она будет создана, и с теми задачами, и с теми функциями, которые в нее сейчас закладываются, она тоже сможет добраться до этого Deep Space Gateway, до этих ворот в открытый космос. И, в общем, стыковаться так же, как вот здесь американский корабль Orion. Вот он рядом Orion, а вот здесь в «Федерации». Вообще, это очень красивая идея повторения опыта МКС, повторения успешного, очень долгого международного сотрудничества. Первый шаг в этом сотрудничестве был заложен в 1975 году во время стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон». МКС является дальним развитием этого достигнутого успеха на тот день, и вот это еще более далекий успех и развитие этого успеха. Но, конечно, хотелось бы чего-нибудь подальше. Чтобы достичь этого подальше, как я уже говорил, нужны сверхтяжелые ракеты. В США разрабатывается SLS, Space Launch System. В общем, она многое берет от своих предшественников. Боковые ускорители от шаттлов, двигатели точно так же водородные, кислород водородный берутся от шаттлов. Причем даже те же самые, то есть те, которые летали на шаттлах, то есть бэушные. Ну да, у них была, вот у этих как раз двигателей возможность многоразовости заложена. Конструкция блоков, вот здесь ступени, особенно первой, тоже во многом повторяет технологии шаттлов. Но полететь должен корабль, больше напоминающий Аполлоны. В России создается «Энергия-5» в таком варианте и по отдельности «Союз-5». Вот сейчас как раз создается ракета «Союз-5», которая должна во многом повторять то, что было во времена «Энергии». Вот из «Энергии», из проекта «Энергия» вышла средняя ракета «Зенит». Сейчас вместо «Зенита» разрабатывается вот такой «Союз-5», который в перспективе можно собрать вот в такой пакет и запустить к Луне. И это очень хитрый способ, который используется российскими политиками, когда они говорят о том, как мы всех сейчас полетим завоевывать космос. Они разрабатывают ракету среднего типа, среднего класса, повторяя по сути «Зенит», разработанный в 80-е. Но при этом говорят, что это первый этап создания российской сверхтяжелой ракеты. И вроде мы уже строим что-то большое и внушающее, хотя при этом строим не такое большое и внушительное. Но это, в общем, хитрый ход. Но в принципе, в теории, конечно, да, их можно собрать в пакет и запустить к Луне. Но чтобы это сделать, потребуется гораздо больше работы сделать, чем сделано на сегодняшний момент или должно быть сделано к 2025 году. То есть, если не добавят денег из того, что обещали в последние годы, ракета в такой компоновке, способной доставить людей до Луны, появится вряд ли до 30-го года, скорее всего, в 30-е или позже. Хотя официально пока на словах это звучит как до 30-го года обеспечить возможность доставки человека, россиян, до Луны. То есть не доставить россиян до Луны, а обеспечить возможность доставки. Это разные вещи, нужно это учитывать. Тонкости в деталях. Вот, в общем, федерация, Орион, мы об этом тоже поговорили. Они внешне похожи отчасти. Все исходит из того, что похожие условия. Эти корабли представляют из себя верхнюю часть ракеты, которая, в общем-то, имеет форму конуса. И здесь их обводы повторяют. Единственное, что у американцев лопухов побольше, потому что больше тока надо. Ну, наверное, и на российском будут увеличены площади. Просто здесь пока пририсованы солнечные батареи от Союза, а, скорее всего, там электричного понадобится больше. Поэтому и батареи изменят свою форму. Теперь же вопрос. Зачем она нужна? Что привлекает в американском космическом агентстве возможность создания такой станции, не имея возможности сесть на Луну? Есть несколько причин. Одна из них — Америка не хочет отставать и, более того, хочет превосходить по своим возможностям Китай. Сейчас по-прежнему продолжается гонка сверхдержав. И главный ориентир для США сейчас — это Китай. Самая мощная, сравнимая по мощности с экономикой США, которая сейчас активно развивается в космосе. И помните, я говорил, если в 2024 году затопят МКС, Китай окажется единственной страной, обладающей пилотируемой околоземной станцией. И отставать в таком режиме США не хочет. И если будет создана окололунная станция, то, конечно же, по-прежнему США будет себя ощущать круче, как минимум, Китая, а так, в общем-то, и круче всех остальных. Поэтому это серьезный мотив, о котором, в общем-то, конечно же, НАСА, которая является гражданской, не военной организацией, которая не заявляет о таких каких-то там политической конкуренции, она про это не говорит, но деньги дает не НАСА, деньги дают политики, которые управляют государством и решают свои политические задачи. И эта задача наверняка ими учитывается при согласовании и подтверждении работы в этом направлении. Еще один мотив интересный тоже. 10 лет и 10 миллиардов долларов НАСА или США потратили на сверхтяжелую ракету СЛС. Вот мы ее уже неоднократно вспоминали. Самое забавное, что куда ее использовать, они не решили. На момент разработки, вот до начала, до появления и утверждения идеи с окололунной станцией, они могли назвать лишь две миссии, в которые вообще имеет смысл ее запускать. Во-первых, это тестовая миссия, беспилотная для корабля «Орион». То есть запустить, посмотреть, что он вернется с Луны и будет в состоянии обеспечить надежность доставки для людей. Просто испытать. И второй путь, куда могли придумать, использовать СЛС, это запустить большой исследовательский зонд к Юпитеру для поиска жизни на спутнике Юпитера в Европе. Идею о жизни предполагали давно, но сейчас вроде бы понятно, как ее там искать. Для этого не обязательно бурить 100-километровую горку льда. В общем, можно там иногда из трещин вылетает вода, можно пролететь через эту струю и схватить воду и исследовать ее. То есть технически такое возможно. Но чтобы это сделать, нужно запустить к Юпитеру достаточно тяжелый космический аппарат, и для этого нужна достаточно тяжелая ракета. После этого, что делать с СЛС, в Америке придумать не могли. То есть мы ее делаем 10 лет, два раза запустим, а что делать потом, никто не мог придумать. И тут приходят и говорят, давайте построим станцию около Луны. И мы загрузим работой эту СЛС на десятилетия вперед. Будем детали этой станции возить, запускать людей к Луне. И в общем, все вместе будем строить эту станцию. Она нам будет, по крайней мере, нужна. Это интересно, как так делать ракету, не имея представления, как вы будете ее использовать. В космонавтике такое случается. Посмотрите, например, на Буран. Еще одно направление, которое потребуется развивать, это технологии межпланетных перелетов. Сейчас, в общем-то, зонды запускаются. И в принципе, как я уже сказал, нет особых технических препятствий для запуска людей. Но на самом деле, чтобы сделать станцию около Луны или запустить зонд большой, даже не зонд, а именно пилотируемый корабль до Марса, просто повторить технологии МКС не получится. Потому что МКС не только связана с Землей технически, там топливо постоянно подвозится, кислород подвозится, другие технические газы, вода, пища и все остальное. Она связана информационным путем. То есть космонавты, которые летают на станции, ею не управляют. Они только поддерживают ее функционирование. Управляют станцией с Землей. То есть нормальная работа МКС требует постоянной связи с Землей и 400 человек на рабочих местах, находящихся на Земле. Часть в Хьюстоне, часть в Москве, в Центре управления полетами. Все они заботятся о том, чтобы станция летала, чтобы станцию управляют станцией собственно. Если лететь куда-то дальше, там больше задержка сигнала, слабее сигнал, больше помех. И вероятность управления вот такого с Земли уже, если улететь подальше, там вообще минутные задержки начинаются. Это уже сложнее. И для станций нужны, и для межпланетных кораблей нужны автономные системы. Не только там по воде и воздуху, как я говорил, но и, по сути, корабли, обладающие своим собственным интеллектом. Как раз как мечталось Артуру Кларку в космической Одиссеи. Там действительно должен быть свой искусственный интеллект. Либо достаточно сложная система, способная взять на себя все управление всеми системами и контроль их, не требующая от космонавтов вообще участия в рулежке. Но это сложно, и этого пока нет. И это как раз следующее направление, которое как раз на этой окололунной станции можно впервые реализовать, протестировать и подготовить уже к более дальним полетам. То же самое касается про двигательные системы, про системы жизнеобеспечения. Как я сказал, все это входит в обучение и в радиационную защиту, в том числе все эти технологии. Просто вот эта станция Deep Space Gateway, она летает фактически в межпланетном пространстве. То есть если МКС летает около Земли, это околоземное пространство. Там еще есть остаточная атмосфера, там есть магнитное поле, которое частично отклоняет солнечные частицы, уменьшает солнечную радиацию. Все это так есть. Вокруг Луны уже межпланетное пространство. То есть те условия, в которых будет находиться космический аппарат или корабль, хоть он там на Марс летит, хоть он летит на Венеру, хоть он там до Плутона летит. Все это можно оттестировать около Луны. Садиться на Луну точно так же гораздо легче, если у нас есть окололунная станция. Просто когда летали, нужна была сверхтяжелая ракета, в том числе для того, чтобы сразу отвести и орбитальный аппарат, и посадочный. И когда садился посадочный аппарат, орбитальный оставался как раз на орбите, выступая в роли такой маленькой окололунной станции. Потом с Луны взлетали, столкновались с ним и на нем возвращались. Если у нас своя собственная станция и свои средства доставки до станции экипажа и возвращения назад, мы можем сделать отдельную посадочную платформу, доставить ее до станции беспилотным способом. То есть то, что называется многопусковой системой. Сделать несколько пусков. Одним пуском запустить людей до станции, вторым спуском запустить посадочную систему до той же самой станции. Там люди перейдут, спустятся на Луну и потом взлетая, им снова не нужно будет брать всю эту систему, чтобы вернуться домой. Им точно так же нужно будет взлететь до этой станции, перейти на возвратный аппарат и вернуться. Это упростит достижение Луны. Можно будет строить гораздо более масштабные, массивные, более многоместные в конечном счете посадочные системы, чтобы больше возить уже до Луны. Но, я опять же подчеркну, пока такого никто не планирует, это лишь рассматривается в качестве перспективной возможности. Это просто можно будет делать. Про Луну. То же самое про строительство на Луне. Если мы сможем больше грузов возить на Луну, соответственно, мы уже не просто сможем там привезти флаг или электрическую машинку, на которой можно покататься. Можно уже начинать капитальное строительство. Но хотя сейчас как раз есть идея о том, что можно брать 3D-принтеры, лазером печатать прямо из лунного реголита, но все равно оборудование внутрь этих построенных или напечатанных домов все равно придется доставлять и доставлять с Земли. Там уже все это не сделаешь. И еще одно направление очень важное. С Луны, как ни странно, проще добираться до Марса. И это действительно не просто картинка, там все это высчитывается баллистически. Грубо говоря, чтобы нам оторваться от притяжения Земли, добраться до Луны, как я уже говорил, нужно набрать вторую космическую скорость. И чтобы нам от Земли, точнее от Луны уже добраться до Марса, нам нужно эту скорость лишь немного увеличить. И с Луны, точнее не с поверхности Луны, а от Луной орбиты лететь до Марса проще, на этом нужно меньше топлива, чем если бы мы летели с околоземной орбиты, с низкой. Поэтому если мы частыми полетами строим марсианский корабль, не возле Земли, как обычно это предполагалось, понадобится много ракет, чтобы собрать многомодульный перелетный корабль до Марса. Если мы его строим, эти детали можно возить 10 лет, если у нас есть эта постоянно действующая станция, нас ничто не ограничивает. Можно возить электроракетными более эффективными средствами, потом же мы все-таки привозим этих людей, мы достраиваем этот корабль, привозим на окололонную станцию людей и, наконец, летим до Марса. И это будет действительно проще, чем если бы мы то же самое делали около Земли. Причем еще можно сэкономить, если мы возьмем часть этой самой окололунной станции, она же уже готова к межпланетному пространству, мы просто ее отстегиваем, добавляем их к своему марсианскому кораблю, как там жилой модуль, и спокойно летим с половиной этой станции, которую мы до этого использовали около Луной. И это тоже позволит сэкономить путь до Марса. И это реально в какой-то мере облегчает эту задачу, но, конечно, это все равно будет очень и очень сложно. Да, и вот такой баллистический из одной научной публикации о том, как это делается, в чем мы выигрываем. По факту это можно представить как прыжок или спуск под горку на велосипеде. То есть станция стартует с около вот этой Луны, а вот здесь Земля. Станция марсианская, перелетная, стартует с окололунной орбиты и, по сути, переходит на орбиту возвращения на Землю. Она падает на Землю, набирает скорость, но не падает на Землю, пролетает ее мимо, совершает маневр и уносится к Марсу. В этом выигрывая до полутора километров в секунду. Помните, мы говорили о космических скоростях. И это, в общем, серьезный выигрыш для того, чтобы сократить расходы топлива на полет к Марсу. Теперь почему не Луна? Это самое главное. Действительно, НАСА, не очень красиво, но НАСА никто не обещал повышать бюджет. У них как было свои 19 миллиардов долларов в год, так и остается. Если когда совершались полеты на Луну, там в 70-е годы НАСА получала до 3% бюджета государственного. Сейчас она меньше 1% получает, и никто ей не обещает повышать даже на время строительства этой станции. И выход — делать то же самое. То есть то, что она имела возможность делать сейчас. И она именно это делает. Она строит МКС только подальше. И она использует только то, что практически есть уже на сегодняшний день или почти разработано. Она использует SLS, использует Orion, использует все те же производственные площадки, на которых она строила модули для МКС. Просто оттаскивает их чуть подольше. Это действительно дешево. А вот на посадку на Луну денег никто не выделял. И на строительство на Луне тоже денег никто не обещает. И на технологии жизни, работы на Луне тоже никто не обещает. Поэтому дешевле всего делать то, что все уже умеют. То, на что настроены производственные линии, то, что все делали последние 15 лет. То есть они просто увеличивают расстояние. Ну да, там какие-то технологии доработаются, но в целом промышленность не надо перестраивать под новую задачу. То есть в этом большая экономия. И вторая часть этой сложной схемы, изложенной на этом слайде, риск. Что такое посадка на Луну? По риску посадка на Луну можно приравнять к посадке на Луну, старту с Луны. С точки зрения риска примерно такой же, как взлет с Земли или посадка на Землю. Сейчас из космонавтов и астронавтов погибло, по-моему, около 15 человек, наверное, или 14 человек. 18. Спасибо за уточнение. Ни один из них не погиб в космосе. Все погибли либо во время взлета, либо во время посадки. Это высокий риск. И тот же самый риск мы повторяем при полетах на Луну. Поэтому гонять до Луны и от Луны гораздо проще и легче именно с точки зрения отсутствия повышенного риска, который будет с посадкой. Когда гоняли в 70-е на Луну, все понимали риск. Даже в Аполлоне-17, который был наиболее подготовлен и наиболее проработанный, они сами говорили, у нас вероятность успешного протекания всей экспедиции 30%. И они, осознавая этот риск, летели. И все осознавали этот риск, когда отправляли их туда. И после Аполлона-13, когда они там все чуть не погибли, не бросили полеты на Луну. А потом сделали шаттл. И то же самое, то, о чем сейчас даже немыслимо, невозможно представить такое, чтобы абсолютно неподготовленный, не летавший ни разу космический самолет, не имеющий средства спасения, в него спокойно посадили двух пилотов и отправили испытывать. Вы сгоняйте там, мы посмотрим, как вы там, вернетесь или нет. Они вернулись. То есть они реально очень дико рисковали. Мега сложная система, которой являлся шаттл, испытывалась с первого раза людьми. Буран в этом плане гораздо проще был. Он рассчитывался под людей, но слетал все-таки автоматически. В Советском Союзе не рискнули, хотя он успешно вернулся, не рискнули сажать за руль людей. В Америке спокойно летите, ребята. Но времена здесь изменились. И сейчас никто не хочет лишний раз рисковать. Ну там еще страховки и все остальное. Тоже НАСИ этого лишний раз не нужно. Поэтому складывают одно с другим и не летят. Теперь про Россию. Вот эта картинка долго ходит в интернете. Можно здесь прочитать. Да, постоянную станцию на Луне мы планируем создать к 2015 году. Это не глава Роскосмоса, но чиновник и руководитель одной из крупнейших российских ракетно-космических предприятий «Энергия», которой, в общем-то, всей пилотируемой космонавтикой в России и занимается. Он это обещал, и, естественно, никакой базы на Луне мы не получили. Почему? Потому что денег на это никто не дал. Потому что он больше высказывал, наверное, свое желание или свою готовность. А деньги на это никто не дал и не дает до сегодняшнего момента. Хотя многие там хотели бы сказать, что вот Россия нацелилась на Луну, и можно много статей на этот счет найти, много высказываний по большей части политиков можно найти. Но реально денег на Луну никто не дает. Даже когда обсуждался бюджет Роскосмоса на ближайшие 10 лет, сначала Роскосмос запросил 2,6 триллиона рублей. Российских получил 1,4, то есть почти в два раза меньше. И вот от того, что просил, и то, что осталось согласованным в конечном счете, отрубили практически всю Луну. Все технологии, которые готовили к лунному полету людей, все их сразу отрубили, как только дошло денег до реальных средств. Просто Роскосмос приходил и говорил, хочу на Луну. Минфин говорил, нет. И Роскосмос соглашался с этим, потому что он не мог ничего хорошего предложить, что там в общем-то делать. А теперь вопрос. Сейчас российская космонавтика очень неплохо живет, пилотируемая в том числе за счет МКС. В общем-то все остальные космические агентства, чтобы слетать на МКС, те, кто участвует в этой программе, платят России. Просто за места, просто за извоз до МКС. При этом и у России значительная часть активности на МКС. Вот здесь такая схема, сейчас я в следующий раз покажу. Больше космонавтов российских было, ну и в том числе белорусских, кстати, было, если вместе считать, было на МКС, чем американцев. И в общем-то как классно. У нас почти своя станция или половина своей станции, и мы вообще молодцы. А 24-й год наступает, и станцию надо топить. Но скорее всего я предполагаю, что ее вообще продлят. Просто потому, что зачем ее топить? Ну она, конечно, там стареет и морально, и технически, надо что-то заменять. Количество выходов из строя различного оборудования будет увеличиваться. И в общем-то многие отмечали, что да, но вот 10 лет она еще протянет, но потом уже надо с ней прощаться. Но я думаю, ее продлят. Потому что к тому времени эту лунную станцию не успеют построить, а нужно сохранять какое-то представительство на орбите. Но вот здесь как раз почему это выгодно России, почему без этой станции она не сможет ничего подобного сделать. Вот здесь два графика. Количество слетавших космонавтов и астронавтов. Россия обгоняет. И количество денег, потраченных разными странами на МКС. И глядя на этот график, легко понять, почему американцы совершенно спокойно НАСА в том числе называют МКС своей станцией. Кто заплатил, тот и танцует. Хотя по факту видно, что наших танцует больше. И в такой ситуации, конечно, Роскосмос не будет отказываться. А сейчас Америка говорит, давай вместе строить окололунную станцию. И видя, зная вот это соотношение, представляя, что так будет точно так же и возле Луны, Роскосмос очень заинтересован в том, чтобы продолжать это. И при этом это же будет лунная станция. Мы снова будем круче всех остальных, прежде всего Китая. Тем более за чужой счет. Кто же откажется? Вот. Ну здесь все. В этой части следующий перерыв про Марс. У нас есть техническое замечание, техническое сообщение. У нас конкурс есть, результатом которого будет вручение телескопа. Это не телескоп Хаббл, к сожалению, но посмотреть на Луну в него можно будет. Правда, следы американцев вы не увидите, слабоват. И соседей? Да, но… Нет, кстати, насчет соседей там. Ну ладно, мы не будем. Кратеры на Луне вы в него сможете рассмотреть. Что нужно сделать, чтобы его получить? Сейчас в течение вот этого перерыва или там следующей моей лекции, в течение следующего получаса, сделать там фотографию, пост в соцсеть, там фотографии, в общем, все, что угодно. Сообщение какое-нибудь с хэштегами «Курилка Минск» и «Зеленый код». Вот без ком просто, вот зеленый код с решеточками, хэштеги. Делайте. За время моей следующей лекции, следующей части организаторы отберут одного каким-то рандомным способом. Не будут выдавать предпочтений. Так что можно спокойно писать там «Зеленый код врет, земля плоская» и все остальное. В этом вы полностью свободны. Один кто-то из запостивших, соцсети, твиттер, вконтакте, фейсбук. Ну я сейчас, да, хочу дополнить. Инстаграм. Один из запостивших получит телескоп. Все-таки хэштег «Курилка Гутенберга». А, «Курилка Гутенберга». Да, «Зеленый код» и мы будем смотреть Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, Вконтакте. Одногласеньки не будем, честно. И мы где-то за 10 минут до конца лекции, то есть мы, как делали с прошлым конкурсом, загоним всех, врубим там рандом, и победитель получит телескоп. Получит телескоп. Время на вопросы будем давать какое-то или в следующий раз? Да, давайте по Луне пройдемся, если возникли вопросы. Давайте два вопроса буквально, ребята. Все, условил, первый. Поговорить. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот про Китай. То есть вы тут рассказывали сейчас, что окололунная станция, она совместная НАСА, Роскосмос, Европа. Китай не зовут. И в прошлой лекции, вот я еще в прошлой лекции хотела спросить, что вы сказали, что китайцев на МКС не зовут. Почему? Они боятся, что перерисуют не только снаружи, но и внутри тоже? Ну, в принципе, да, необоснованные подозрения есть у многих. Но здесь как раз я уже говорил, что для США Китай главный политический противник сейчас является. Это не вступает в такую конфронтацию, как было во времена Холодной войны США и СССР, но все равно очень четко Америка ориентируется на успехи Китая и хочет превосходить. Поэтому главным препятствием как раз участия китайцев в МКС была Америка. Сейчас то же самое. Даже когда объявили об этом, с российской стороны сказали, что мы предложили пригласить участвовать в окололунной станции страны БРИКС. А в эти страны там Бразилия, Индия, Китай, в том числе Южная Африка входит. Но я думаю, при этом в пресс-релизах НАСА никакого БРИКСа рядом не было. Именно потому что с Индией, наверное, НАСА бы согласилась. Все-таки они сотрудничают по другим проектам. Индийское космическое агентство и американское. С Бразилией вроде бы тоже там особых причин, почему их не пускать нет. А вот в Китае, скорее всего, снова будет остановлен позицией США. Это, в общем, политика, но это, в общем, понятно. При том, что сам Китай недавно сказал, что мы готовы не делать только китайскую станцию, готовы приглашать других. А недавно вообще состоялось вообще фантастическое событие. Европейские астронавты летали тренироваться в Китай. Даже тренировались в китайских скафандрах, которые очень похожи на российские. Ну, это просто совпадение. Флажок был другой. Вот. И, то есть, уже сближение есть даже у европейцев с китайцами в космосе. А Америка по-прежнему против. Давайте как раз здесь. Добрый вечер. У меня вопрос. Вы говорили по поводу того, что собираются отправлять к Европе, к одному из спутников Юпитера. И туда отправляют, точнее, не отправляют, собираются отправлять. Не людей, конечно. Автоматическую, конечно. Ясно. Вот. В этом и был вопрос. Потому что мне было интересно, что если бы отправляли лететь… До Марса долететь не могут, а туда в три раза дальше лететь. Ну, там, может, нужен человек, чтобы ловил эту струю или там… Высунуть руку со стакана, собрать воду, там, засунуть микроскоп. Ну, раз так, то мне все ясно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Все, делаем еще один перерыв. А, еще один вопрос. Ну, давай. Давай. В принципе, на перерыв можно начинать, но я постараюсь ответить так, чтобы это было слышно. Раз, раз. Совсем вкратце. Как идет работа к запуску вашего спутника? Лунный спутник? Идет ли она? Идет, но очень медленно. Я надеялся, чтобы это… хотел бы, чтобы это было быстрее. Но реально, это волонтерский проект. Несмотря на то, что там немного денег мы собрали, но мы их отложили на проведение экспертизы профессиональной. А экспертизу нужно проводить… Нужно проводить того документа, того технического описания, что мы должны написать. А мы пока не написали. Потому что, ну, это обычно все люди заняты, все участники проекта, это инженеры. Большинство из них, они работают, собственно, по космическим проектам. Делаем, но пока очень медленно. Хотелось бы, конечно, быстрее. Спасибо.